Блин, не успел занять место. Придется в портере ехать. А что, вход только с той стороны? А тут заварено? Рус, лизан в гнездо. Да нет, и что? Съемка только в гнезде. Так, ну, все. Какой-то оффроуд сегодня такой незастреваемый. Да, такой лайт-лайт все время, да? Лайт был сложнее харда. Слышишь, по прямой попробуй, ты должен резануть вот так. Я ленты придержу. Я подыму ленты. Ох ты ж, елки, а какой тут канал сзади, наклейка. Подписывайтесь, друзья, вот этот канал. Так, сейчас будет экшен, тихо. Подожди, я только сниму. Ё-моё. Подожди, воду я спрячу только. А где ручка? Чем закрывать? О, блин, вот это автоматика. Только подумал. Так, все, начинается экшен, друзья. Пристегните ремни. А, это мы, слышишь, это мы для развесовки у нас возят? Ох ты ж, е-моё, как мы идем. Мы почти по трассе идем, по харду. Практически, да? Ну, параллельно точно. Слышь, мы не перевернемся? Что-то крен небольшой. А что за дым, слышишь, вот? Да? Разбулся. Да, в резиной завоняло. Да, разбулся колесо. Воняет резиной. Куда ты? На свободное пространство идущи? На ровное. Да, воняет резиной. Может, давай выйдем? Нет, я всегда проеду, на свободное пространство. Так. Хорош. Все. В коллективе с этим пилотом скучно не бывает. Раздулся. Ну, надо же. Да ты что? Ты понимаешь, что ты просто... В охлопную покажу. Это тоже колесо. Тут немножко спустило. Просто? Спустило. Спустило. Попал, наверное, на колючку какую-то верблюжью. А ну, надо срочно поднять. Давай. На бок. А вот же этот специальный рычаг для подъема. Типа хайджека. Давай, на бок. Срочно. И что будет? Там же болты на... На колесо подставим, наденем колесо. Да там болты на клею. Да мы не будем снимать, мы-то поставим колесо. Приподнять надо машину просто. Надо поставить на колодку. На колодку поставить. Выше! Еще выше! Проскочил. Черт. Сейчас, сейчас, подожди, эти штурмана сосредоточатся. Я буду заниматься сбросом колеса. А там дверь с той стороны. Нормально, нормально. Держится. Замри! Не ляпай, не надо порог. Блин, вот это и оригинальный метод такой. Ну, с унемога, мне кажется, так не получится. Так, что в багажнике покажи лучше. Это бинжинчик. Подкрылок. А когда ты подкрылок будешь ставить? Ох, какой компрессор модный. Я сниму остальные. Это оригинальный. Легкий пиццов. Посмотри, что делает. Аккумулятор точно не сядет? Вроде нет. Надежный, да? Ну, если на гонке подарили некачественной, то, конечно, не пойдет. Ага. А как шли? Ёлки-палки. Если бы не колесо, мы бы уже сейчас ели плов. Ели плов бы уже. Десять минут бы, да? Да, можно же без плова остаться. Макс, быстрее качай. Плов нужен. Ну, тут только ждать остается. Ну, хорошо. Не влиять или никак. Села. Слышишь, если бы у тебя стояла блокировка, то ты сегодня реально мог в призах быть, понимаешь? Не поставил блокировку, не подготовился. Надо давать шанс, ребята, на полноприводных автомобилях. Выиграть и улыбку. Смотри, куда-то Нива поехала. Так, давай сейчас повторный перезаезд по следам Нивы. Так, друзья, сейчас будет прото, мне кажется. Давай назад ехать, что? Сейчас, да, подключаем. А ну, подожди, я сфотографирую, дай как качает на память, чтобы это... этот шедевр автопрома. Блин, вот это гонят. Смотри, смотри. Слышь, Макс, а ты садись на капот, это твоя качеля будет. Да не, на качелях же один в багажнике сидит, второй под капотом. Я боюсь, что потом дверь раскроет. Ну да. А что так мост спал? Износ небольшой. 42 года все-таки. Так, опускание, снятие с домкрата. Есть. Не, сняли вы быстрее, чем ставили. Так, рифтовка после замены колеса. А, это же ручка наружная работает. Ёлки, зазоры идеальные вообще. Все работает, что у меня там, все работает. Ручка наисправная. Слышь, если я буду брать, ручку починишь, нет? У меня дверь есть, шестерочная. Правая? Да, правая и левая, задняя. Правая, передняя, левая, задняя. С молнингом? Да, в хорошем состоянии. Подключаем, наверное, еще чуток, да, чтобы трати разный. Клейный металлик. Подойдет. Вот это на колесо. Так, ну тут трассу строят, ребята. Сейчас будет экшн. Наконец-то. Все, восстановлена техника. Ух, как пошла пустая, слышу, легче идет, да, без нас? Блин, отравит раньше, чем покажет дрифт. А, у дрифтеров, понял, идет дым из-под колес, а у него же эффект, эффект задымления свой просто. Если бы заваренный мост был, вообще классно было. Да, заваренным, конечно. Заварка дома, конечно. Заварка дома бережет тоже ее. А, тогда прям, дрифт такой, то есть? А, кстати, вот эту же копейку, что я продал, таким вот заварим. Так, едем на Харт обратно. Да, серьезный пилот. Отнимайся на светель. Да не у каждой Ламборджини такая фотография на капоте есть, понимаешь? Слышь, это организаторами запланирована эта программа. Да, ух, елки. Представляешь, он выпадает, и машина дальше в дрифте, газ клинит, как утром, и он в дрифте идет дальше сам. За температурой следи. Масло долеет. Все в нормушке. Масло долей. Масло там не надо. Не надо масло? Ну зачем там масло? Температура тут все в нормушке. Покажи. Вода, да. Все четко. Ну вот замок это с водительской двери. Да, жесткая техника, да? Ну, нормальный автомобиль для езды. Для жизни. Для езды и для жизни, да? Ну, можно ехать, куда тебе надо. А, хочешь ехать прямо, ешь прямо. Да мы не застрянем. Я не знаю. А там нету рва. А я тоже еду еще. Двухметрового. О, нормально идем, я тебе скажу. Чтоб зубы не выбить, главное, сейчас я камеру от головы дальше чуть-чуть уберу. Так, пока идем. Так. Пока едем. Да-то так, тут какое-то препятствие небольшое. дорога. дорога, смотри. Шестерочный редуктор, блин, просто ракета. Главное, упереться ногами. Осторожно, тут дорога неровная. Что-то сзади амортизаторы подношены, мне кажется. В оригинале? Наверное. Заводские? Я думаю, да. Какой-то с выберой. Так, осторожно, осторожно тут. Ё-моё. Ты шой, дверь открылась. Чуть меня не потерял, подожди. Сейчас выроним кузов, дверь закроется. Так надо замок щелкнуть, наверное, или нет? Наверное. Есть, починил. Ух, пилоты жесткие очень просто. Так, мы едем куда? На ту сторону, да? Мы можем на ту сторону посмотреть, что там. Так, где пень, который они объезжали? Где-то здесь, да? Чтобы мы прото не пропустили. Пень не не уперлись, да? Да, да. Ты на трассу хочешь выйти, или же? Нет. А вот и трасса, смотри. Теперь посмотреть. А, а вот и дорога. Вот и пень. А где пень? Наверное, вот там, вон пень. Ага, да, тут. Да, действительно, есть пень. Поехали, вот дорогу, я вижу. Такая крепкая техника. У тебя пятиступка? Четыре. Она надежнее, да? Да, она крепче. Крепче, да? Крепче, да. Не ма лишних деталей, які могли подвести. Так. Ну, мы приехали. Трассу продолжают строить строители. Давай, прямо, может, попробуешь? Слышишь, если хороший разгон набрать, я думаю, ты можешь ходом пройти. Видел, как по воде ездят серьезные машины? Я еще пока не готов. Надо протектор поменять, резину, да, поменять, а так бы можно было. Ну, резину под крылок вернуть на место. Да, да, аэродинамику не нарушить, да? Ржавчина. Пацаны готовлются. Да. Пробуюсь. А часы правильно идут? Ну, не факт, что они вообще идут. Ну, как в Rolls-Royce, тоже круглые, механические, практически, ну, механические, электрические. Хорошие вещи. Стрелочные, да? Ты понимаешь, хорошую жигульовскую вещь, не стыдно, и в Rolls-Royce становить. Это да, да. Так и есть. Так, давай только спокойно назад, потому что, чтобы мы же попали на хард. Ну, проходимость без блокировки задней намного, намного хуже, да? Хуже, ну, ну, не можно сказать, что мы не проехали, куда нам надо. Да, да. Я когда-куда хотели ехать, туда проехали, где не могли ехать, там ребята подтолкнули, и проехали дальше. Колесо заменили, как быстро, как управили. Да, колесо, да ух ты, ёлки, какой спуск тут. Тут такое Рубилово было два года назад. за речка текла. Да, да, что-то такое было. в Запорожье лучше проходим? Я думаю, да. Если еще блокировку поставить, да? Это же блокировку, да. Резину вот у звали, някки, либо смотрят логи. Конечно, он будет ехать, но мы слабо, хоть долго по рейде. Запорожье? Ну, гнутся, чаги гнутся, продолго гнется. А, можем по своим следам пойти. Жигули у деда было, копейка, потом тройка, потом шестерка. Так, мы проскочили. Чего? Мы проложим путь, куда нам надо. Точно проложим? Ну, да. О, вон и лодочники приехали. Сами, мы на остров поедем. Крым-3. Видишь? Лодочка. Да, валит не по-детски. А резина без камеркаш, да? Без камеркаш, зимняя. Зимняя? А, ты уже к зиме переобулся уже? Ну, я с зимы и не снимал. Ну, правильно, я тоже так делаю. Как одел на зеленую мечту, шипованную в 2005-м, так и не снимаю. Она все сезонкой стала. У меня в основном на всех зимних колесах, на всех самодельных аппаратах болты просто стирались. Какие болты? Ну, у меня была не шиповка, а болтовка. А, болтовка? Болты, гайки, шайбы. По льду прекрасно еду. А там уже потом по весне стерлись шипы и все, превращаюсь в обычную дорожную резину. усиленную металлом. Металлорезиновую покрышку. Она более прочная, да? Надежная. Она так прекрасно искры пускает в проторможении. А-а-а. Это вот эти, что искры пускают? И на букс, и на букс идет дуже хорошо. У нас же металл.